и так привет тебе мой дорогой друг ты на моем канале и сегодня мы будем зачитывать немножко наши письма подписчиков они глупые не очень не будет тупые супер тупые и просто слов нет значит так начнем с первого письма так что же нас тут подсобиралась это время так пишет нам денис 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 так чё нам там пишет денис здравствуйте мне 25 лет рост 171 сантиметра весь 55 килограмм занимаюсь зале уже три месяца хочу начать принимать стероиды купил в магазине gold standard казеин gold standard казеин самый опасный стероид мире это гей этот самый протеин протеин это самая ужасная вещь на свете стероид прям просто алискапульт в интернете нашел как правильно его ставить его с лидокаином можно смешивать не совсем понятно кто-то говорил что нужна вода для инъекции а кто-то говорил про лидокаин и больно ли его колоть ой ну колоть протеин вообще наверно очень больно и болезненно вот и можно даже обсесть заработать и даже отбросить копыта в общем вот такой вот у нас инъекционный протеин gold standard казеин до следующий у нас письмо сами пишет какой-то не наш здравствуйте ответьте пожалуйста занимаясь любовью в неделю один раз можно как-то маловато один раз вы занимаетесь сами категорически запрещено вот нельзя просто даже не смотреть на баб вообще чтобы у вас метаболизм не нарушился а то все уйдет не туда куда надо ну а вообще шпили-вили можно хоть каждый день это никак не сказывается на спортивных результатах на массе не сказывается и на похудение не сказывается вообще те ресурсы которого вы тратите во время шпили-вили там всего-то максимум 1 2 грамма белка для организма то есть вообще с точки зрения тоже калорийность 1 грамм белка содержит 4 калорий 8 калорий всего лишь не о чем-то следующий опять не наш пишет какой-то а мир здравствуйте я тренируюсь вечером после тренировки перед сном пью гейнер после тренировки он перед сном пьет гейнер у некоторых слышал что перед сном нельзя пить гейнер потому что все все там белки и углеводы жир в жир превратятся это правда или нет короче он имеет виду что если пить на ночь гейнер или протеин то все компоненты включим все значится превратиться в жир ну а мир на самом деле сегодня так просто для том чтобы жир накопить нужно съесть очень многое на протяжении длительного промежутка времени вот и на ночь на массе гейнер это нормальное явление вообще же на массе это нормальное явления потому чтобы жир растет общая масса мышечная масса thrive клетка она мышечная растет только 3 большом профиците калорий если калорий недостаточно насколько это там не ел белка да она расти не будет потому что ну куда и расти потому что нет достаточного количество калорий чтобы рост так что но на массе как я уже сказал жир это нормальное явление не стоит этого бояться чем больше съел тем больше стал правило просто так следующее у нас пишет олька оля пишет нам здравствуйте хотела покрутить хулахуп но говорят якобы он приводит к раку кишечника правда ли это как может хулахуп вообще привести к раку кишечника какие-то глупости я не знаю разве что у него там какой-то радиоактивный хулахуп там с фукусима или с чернобыля прям купался в этих радиоактивных отходов покрутить решила но тогда да тогда будет у тебя рак так вообще физические воздействия никак не способны вообще вызвать рак потому что кулаку это уже просто из разряда фантастики вот такие фантасты мне пишут так что да интересные сегодня были письма будем ждать еще очень милых писем от наших подписчиков значится и буду вам их засчитывать вот такое сегодня коротенькое видео было так что всем спасибо за просмотр ставим лайк и подписывайся на канал переходим по ссылочке кстати в описании ссылка на мой сайт там уже много статей уже 200 с копейками статей не помню точно точно 200 с лохматом писал там и видео есть и не очень полезная информация так что всем спасибо пока до новых встреч